Как только осознал себя живым, им и всем его окружением заинтересовались все. МВД, Следственный комитет, психушка, отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Административные дела начали превращаться в уголовные по тем же основаниям, по тем же событиям. И плюс на него пытались еще несколько уголовных дел навесить. Система стремится изничтожить на корню самый великий прецедент в истории. Тут возникает вопрос, а кто следующий осознает себя живым и решит выйти из системы? Следователь? Прокурор? Судья? Министр? А может быть президент? Я являлся сотрудником правоохранительных органов. Который осознал себя живым мужчиной. К вам пришел живой мужчина. Вы кого видите? Скворцов. Я не вижу скворцов, я живой мужчина. Решил снять свою персону с регистрации. Как отреагировала система? Пензопила и начинают пилить дверь. И по спине прошлись, и по голове. То есть включили тяжелую артиллерию в виде уголовного кодекса. Я живой мужчина, я пришел разобраться сюда. Устроили слежку и преследование. Я живой мужчина, вы подтверждаете это, да? Конечно, я подтверждаю. Что я живой мужчина? В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. В отношении меня происходит геноцид. В отношении меня и в отношении семьи. После выхода из психушки с него берут подписку о невыезде. Дядя какой-то скажет, всем завтра снимать штаны. Я не буду снимать. Опять его помещают на ВС. После чего с него берут вторую подписку о невыезде. Все, извините, я не физическое лицо. Это моя воля, я так хочу. Так называемый суд приходит как живой мужчина. Черная мантия не знает, что делать и уходит. И теперь на весь мир об этом рассказываешь. Смотрите, проснулись и осознали. Да. Кто вы? Кто вы? На выходе из здания на его персону пытаются составить протокол. Плюс еще два уголовных дела. Еще и третье пытались навесить. Я осознал, ребят. Я не считаю себя вот этой учетной записью. Подальше, пожалуйста. Наличие дисциплинарных взысканий не имеет. Ну, опять же, я не признавал себя вещью. Я тогда уже понял, как это все работает. Правка о том, что он работал оперуполномоченным. Вот так его на сайте объявили в розыск. Нам там страшно. Это там друг дом. А здесь наш дом. Что он якобы сбежавший из психбольницы. Якобы без вести пропавший. Что-то все подряд нагородили. Вывод. Рекомендуется для прохождения службы в силовых структурах. МЧС, ФСБ, МВД. Правда победит. Так что боритесь за свои права. Всем привет. Сегодня поведаю о величайшем прецеденте теме живых, а также юрисдикции, юриспруденции и во всей системе. Поведаю о бывшем десантнике, гвардейце, дважды секретаре суда, так называемом полицейском, опере уголовного розыска, тренере ОМОНа, который осознал себя живым мужчиной с собственным именем Анатолий. Быстро пробегусь по событиям. Что произошло? Значит, 23 июня 2020 года в прямом эфире из магазина Евроспар в городе Калининград по улице Карла Маркса, 18. Пять человек пришли купить товар, им не продали. Без маски вызвали полицию. Приехало несколько нарядов полиции. Применили физическую силу к ним, приемы удышения, газовый баллончик. И все кончилось протоколом по статье 20.1 КАПРФ, это мелкое хулиганство, в отношении некого Малышева Сергея. Все снималось на телефоны и пускалось сразу в прямой эфир. Поясню, что такое прямой эфир, записывается напрямую на сервера сети ВКонтакте. То есть вот открываем код страницы, и тут видно, что тут никаких mp4 файлов нет. Здесь идет поток напрямую на сервера vk.com. То есть на телефонах никаких видео не осталось. Анатолий Косинов поучаствовал в освобождении пяти человек и вызволении их из отдела полиции. Обратите внимание, что статья административная именно по КАПРФ. То есть кто-то там ругался несознанной бранью, в общем мелкое хулиганство какое-то. После этого Анатолий в конце июня 2020 года решил снять свою персону с регистрации. Отправил паспорт в ОМВД, после чего, я предполагаю, буквально неделя ушла на то, чтобы заказное письмо с паспортом дошло до того самого ОМВД, где персона была и поставлена на регистрацию. Как отреагировала система? Но он об этом позже узнал. Он в это время находился на штрафстоянке 10 июля и вел прямой эфир, как они возвращали автомобиль незаконно изъятый на штрафстоянку, и им удалось вернуть владельцу. Тоже они вели прямой эфир, то есть на телефонах ни у кого ничего не сохранилось. Буквально через 2 часа после этого эфира, я предполагаю, что причиной всему послужило именно снятие персоны с регистрации. Через 2 часа, в 2 часа ночи 11 июля 2020 года, в его квартиру, где он находился с семьей, с женой, с двумя детьми малолетними, ворвался ОМОН. Несколько сотрудников отдела ЭЭЭ, отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Основанием для этого послужило некое постановление, опять же, в отношении того же Малышева и Сергея, но уже не по административной статье, а по 319 УК РФ. Это оскорбление должностного лица при исполнении. То есть включили тяжелую артиллерию в виде уголовного кодекса. Опять же, не в отношении Анатолия и его семьи, а в отношении некого Малышева и Сергея. И в рамках этого уголовного дела зашли в квартиру, где находился Анатолий с семьей. В 2 часа ночи. Анатолий, мне страшно. У меня маленькие дети, ребят. Все звоните, пожалуйста, беспредел. Вот, давай. Снимай телефон, не снимай, прям, как будто сходи. Вы что творите, не давайте, дети, ничего. Алло, помогай. Выломали дверь, спилили ее. Всех положили на пол, там человек 20 было. Ну, естественно, они все вещи изъяли, мотивируя якобы это тем, что части видеозаписи могут сохраниться на телефонах. Хотя я показал, что все сохраняется на серверах ВКонтакте. Если уже они хотели что-то найти, то надо было идти в офис ВК или в серверные ВКонтакте. После этого отдел Э полностью активизировался. И очень много сотрудников отдела Э устроили слежку и преследование именно семьи Анатолия и всего его окружения. Была история с занижением жены и детей по пути в аэропорт. А буквально через 12 дней возбуждает уголовное дело в отношении персоны Анатолия по части 2 статьи 296 УК РФ. Это угрозы убийства должностному лицу. Персону объявляют в розыск, при этом мотивирует розыск то побегом из психушки, то преступлением против государственной власти, то угрозами, то вымогательством, то шантажом, то избиением некого мужчины. Еще вот они пытались, получается, вот за эти два месяца они пытались на него множество уголовных дел повесить. В итоге живого мужчину, собственно имени Анатолий, задерживают в аэропорту отдел Э, якобы он скрывался от следствия и находился в розыске. Помещают на ВС, там состоялся якобы суд, где живой мужчина отказался от подписи. И на основании этого, что он отказался от подписи, его помещают в психушку на 28 дней. В рамках уголовного дела, что необходимо удостовериться в его дееспособности. В итоге комиссия выносит однозначный диагноз коллегиальный, что он полностью здоров. А вот та самая психиатрическая экспертиза. Очень важный и интересный документ. Лучшего доказательства, что человек здоровый и дееспособный, я еще не видел. Именно оформленного документально. Надеюсь, страниц они тут все расписали. На основании вышеизложенного экспертная комиссия пришла в заключение, что каким-либо хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, либо иным болезненным состоянием психики в период инкриминируемых действий не страдал и не страдает в настоящее время, как и не страдает ко времени производства по уголовному делу. По своему психическому состоянию может в настоящее время принимать характер и значение уголовного судопроизводства, сущность процессуальных действий и получение посредством их доказательств. И своего процессуального положения, способен к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию своих процессуальных прав и обязанностей. Может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания. Может принимать участие в следственных действиях и судебном разбирательстве. В период времени, относящихся к инкриминируемому ему деянию, признаков временного психического расстройства не обнаруживал, что подтверждается целенаправленным и последовательным характером его действий во внешне изменяющихся условиях. Отсутствием отрыва от ситуации, сохранностью памяти на тот период времени, адекватностью речевого контакта с окружающими, отсутствием в тот период времени психотических расстройств, бред галлюцинации, нарушения сознания. Способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. У него в тот период времени нарушено не было. Применение принудительных мер медицинского характера не нуждается. Состав комиссии такой-то. В общем абсолютно здоров. Тут на 10 страниц сплошные положительные моменты. После выхода из психушки, с него берут подписку о невыезде, после чего его снова задерживают и пытаются навесить вот то самое избиение, которое произошло совершенно неизвестно где, в апреле. За полгода до этих событий где-то кого-то побили, где-то там во дворе и на него это все пытались повесить, что якобы он совершил это избиение. Опять его помещают на МВС. В это время проводят опознание и некие свидетели и потерпевшие опознают именно в живом мужчине собственным именем Анатолий, именно того, кто сделал этот бросок. То есть там был бросок через прогиб, после чего с него берут вторую подписку о невыезде. Все это время отдел С сопровождает его и во всех этих мероприятиях. Продолжаются попытки нависить новые угрозы, вымогательство, шантаж и подключают СМИ. Ранее Каскад ТВ сообщил, что Калининградец угрожал некой 15-летней школьнице разослать ее интимные фото, если она не заплатит ему. Как выяснилось, школьница познакомилась с ним в интернете и добровольно скидывала ему свои интимные фото, испугавшись, что все злоумышленник действительно отправит откровенные снимки всем знакомым. Она перечислила ему деньги. А где доказательства? Чего же вы уголовное дело-то не завели по мошенничеству? Опять же это все голословно. 30 октября 2020 года дело по уголовной статье 296 передано в суд. Номер дела вы видите на экране 1-581. 23 ноября живой мужчина, хозяин имени Анатолий, отказывается от адвокатов. Так называемый суд приходит как живой мужчина, говорит об этом открыто. Черная мантия не знает, что делать и уходит, и судя по движению дела, был объявлен перерыв. На выходе издания на его персону пытается составить протокол по статье 20.6.1, опять же, за то, что он был без маски. Все началось с маски по 20.6.1 и продолжается по этой же статье преследование. Плюс еще два уголовных дела. Еще и третье пытались навесить. 11 декабря прошло второе заседание, судя по движению дела, был объявлен тоже перерыв. На третьем заседании подсудимый якобы скрылся, объявлен перерыв. Его три дня назад, его снова задержали, в то время как он вышел из дома и пошел в магазин. В движении дела это отображено как возобновление дела. В общем, его задержали, поместили в ВВС, а потом и в СИЗО. Сейчас он уходится в СИЗО. Давайте я вам расскажу поподробнее. Значит, вот справка, объективка на персону. Значит, звание лейтенант внутренней службы, должность инспектор группы профессиональной подготовки, отдела профессиональной подготовки, 3-й отдел управления по работе с личным составом. То есть он тренировал тех самых ОМОНовцев, тех самых Громовцев, которые к нему домой вломились и вынесли дверь. Он служил в МВД России по Калининградской области, женат, жена, сын есть и дочка от первого брака. Закончил академию физической культуры, современная гуманитарная академия по юриспруденции, бакалавр. Профессиональный лицей, электромонтер, владеет английским. Наличие дисциплинарных взысканий не имеет. Так, это справка о том, что он не находился на стационарном лечении. Это приказ о назначении оперополномочного отдела уголовного розыска, Камышинский. Это справка о том, что он работал в должности судебного секретаря. Это его трудовая деятельность. Лицей, студент, академии, начальник радиостанции, разведчик, инструктор по физподготовке, детский оздоровительный пансионат, студент физической культуры академии, секретарь судебного заседания, стажер уголовного розыска, оперополномоченный уголовного розыска и инспектор по подготовке личного состава. Справка о том, что он работал оперуполномоченным. Вот так его на сайте объявили в розыск по статье 296 угроза убийством в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования. То есть они к нему вломились в дом и якобы он один на один угрожал некому следователю. Вот такой скриншот имеется, что он якобы сбежавший из психбольницы. Тут же указывает статья 296 часть 2 УК РФ. Якобы без вести пропавший. Что-то все подряд нагородили. Это форма 1П, про которую он будет сам рассказывать. Положительная характеристика из школы. Положительная характеристика из лицея. Характеристика из воинской части. Вывод. Рекомендуется для прохождения службы в силовых структурах МЧС, ФСБ, МВД. Характеристика из лицея тоже положительная. Положительная характеристика из гвардии. То есть он гвардеец. Рекомендательное письмо из воинской части тоже положительное. Положительная характеристика секретаря судебного заседания. Положительная характеристика, когда он 2 года работал в оперуполномоченном уголовного розыска. Еще одна положительная характеристика секретаря судебного заседания. И вдруг ни с того ни с сего отрицательная характеристика последнего места работы, но опять же без конкретных претензий, без всяких взысканий. Дальше в видео он будет рассказывать, что данная характеристика была сфабрикована. Зачитаю. В период прохождения службы зарекомендовал себя с отрицательной стороны, служебные обязанности исполнял недобросовестные и без инициативы. Приказы МВД и другие нормативные акты, регламентирующие деятельность подразделений, изучил не в полном объеме, не умел применять их в своей поседневной деятельности. В работе настойчивость не проявлял, личный интересы ставил выше служебных, не умел организовывать рабочее время. То отрицательно сказывался на достижении положительных результатов работы коллектива по основным направлениям служебной деятельности. В общении с коллегами проявлял несдержанность, резкость, уважение и в коллективе не пользовался. Постоянно нуждался в контроле за исполнением поручений и соблюдением рабочего времени со стороны руководства. Ну и опять же сообщает неверные сведения, что приказом таким-то уволен из органов внутренних дел. Он не уволен, он ушел по соглашению сторон. Это взаимно. Это он не сам уволился и не его уволили. Они заключили мирное соглашение. В общем, вдруг ни с того ни с сего, вот 8 характеристик положительных, и вдруг появляется 9 с последнего места работы отрицательных. И то он говорит, что это появилось после того, как на него завели уголовное дело. В общем, вот так он стал, заполняя все документы. Мужчина Анатолий. Уголовное дело ведет следователь 2-го отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики. Следственное управление Следственного комитета России по Калининградской области. Лейтенанту юстиции С.А. Горлачев. Вот такое уволезвление он направил в так называемый суд. Ну, в теме живых, я так понял, он новичок, но он очень быстро все схватывает. Это фото в полный рост, в мундире. Это адрес СИЗО, где он находится сейчас. Следственный изолятор, город Калининград, Ушакова 8. Телефоны вы видите на экране, можете поинтересоваться, как у него там дела. Это его удостоверение. А это то самое постановление, на основании которого к нему зашли в дом. То есть, тут говорится, что Ники Малышев вел видеосъемку в евро в магазине. А претензии почему-то предъявляются именно к персоне Скворцова Анатолия. Что якобы у него на цифровых носителях могут сохраниться те самые записи из прямого эфира, которые на самом деле хранятся на серверах ВКонтакте. И они посчитали, что данное основание требует незамедлительной проверки в нерабочее время ночью в 2 часа ночи. Что данный случай является исключительным и обыск в указанном жилище может быть проведен без судебного решения. О как! Ну и они тут постановляют провести обыск. На следующий день пришел участковый, он представился мужчиной Анатолий. Вот движение дела. Дважды объявлялся перерыв, дело было приостановлено. Три дня назад его снова задержали. И следующее заседание состоится 11 января 2021 года. В общем, какие выводы следуют? Что бывший десантник, гвардеец, дважды секретарь суда, полицейский, опера уголовного розыска, тренер ОМОНа, как только осознал себя живым и отправил паспорт на процедуру снятия с регистрации персоны, после чего им и всем его окружением заинтересовались все. МВД, Следственный комитет, психушка, отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Посыпались как снег на голову уголовные дела на него и на все его окружение. Административные дела начали превращаться в уголовные по тем же основаниям, по тем же событиям. И плюс на него пытались еще несколько уголовных дел навесить. Система стремится изничтожить на корню самый великий прецедент в истории. Тут возникает вопрос, а кто следующее осознает себя живым и решит выйти из системы? Следователь? Прокурор? Судья? Министр? А может быть президент? В общем, следующее четвертое заседание назначено на 11 января 2021 года на 10.30. Ленинградский районный суд города Калининграда. Ну а дальше слушаем самого живого мужчину, собственным именем Анатолий. Как он это все видит и как он к этому пришел. Всем привет, меня зовут Анатолий. Я являлся сотрудником правоохранительных органов. Так же, как и Алексей Навальный опубликовал два раза об этой проблеме. К нам домой, это двое маленьких детей. В ночное время к нам пришли сотрудники правоохранительных органов. У нас в квартире сейчас будет проходить неотложный обыск. Бензопила и начинают пилить дверь. Анатолий, мне страшно. У меня маленькие дети, ребят. Все звоните, пожалуйста, беспредел. Вот, не бывает. Снимай телефон, не снимай, прям как будет сходить. Ты что творишь, не давай, какие дети, ну что? Алло, подожди. И по спине прошлись, и по голове. Ну что, типа понял, за что? Доснимался. Всех этих сотрудников гром, я как бы, ну, знаю. Всех знаю, как бы, ну, с вами, ну, пересекались. Вы что, говорю, делаете? Что там какой-то знакомый кого-то чего-то оскорбил. Пять моих знакомых 23 июня в вечернее время пошли в магазин СПАР. Трансляцию вел мой знакомый. Товар без маски им не продают, уже вызывают сотрудников полиции. Там никто никого не оскорбляет. Меня там не было, в этом магазине. Якобы он оскорбил сотрудника полиции. За МВД есть информация. Кто крышует это все? И вот через два часа у меня обыск произвели после вот этой трансляции. Оскорбление власти. Он говорит о розыске. Информация была такая, что якобы я сбежал из психиатрической больницы. Обозначился, что пришел человек с именем Анатолий. У человека документов нету. То, что встретит меня как человек. Здравствуйте, уважаемые. К вам пришел живой мужчина. Человек свободной воли. Волеизъявление зачитываю вам. Живой мужчина и человек свободной воли с именем Анатолий на основании публичной оферты договора доверительного управления передал в доверительное управление все свое личное имущество, собственность, субъекту права Российской Федерации дали доверительные управляющие. Поддержание его чести, достоинства и свободного развития личности в экономической, социальной, культурной и прочих областях. Исходя из сути установленных правоотношений между живым мужчиной и человеком свободной воли с именем Анатолий и доверительным управляющим следует. Живой мужчина и человек свободной воли с именем Анатолий выгодоприобретатель всех благ и прибыли по ДДУ. Александр Николаевич, прошу иметь честь не перебивать мужчину. Вы к кому обращаетесь? Вы кого видите? Сладцов. Я не вижу Скворцовых, я живой мужчина. Кому вы обращаетесь? Кого вы видите? У нас есть специалисты, тогда пусть обращаются с этим. Кого вы видите? Скворцов, вы вызваны в процессе, если вы будете сейчас нарушать Кого вы видите? Я не нарушаю вас. Я живой мужчина, я пришел разобраться сюда. Что происходит? Не диктуйте мне, пожалуйста, что мне делать. Я свободной воли, живой мужчина, человек свободной воли. Я не диктую, я говорю как есть, я живой мужчина. Меня никто не вызывал, меня никто не вызывал, меня никто не вызывал, меня никто не вызывал, меня никто не вызывал. Вы живой мужчина? Я живой мужчина. Отлично, присядьте, давайте процесс начинать. Я живой мужчина, вы подтверждаете это, да? Конечно, я подтверждаю. Что я живой мужчина? Конечно. Все, благодарю. Я же не на другом мероприятии. Тогда имейте честь, Александр Николаевич, подождите. Александр Николаевич, имейте честь, пожалуйста, дослушать до конца живого мужчину. Я заявляю то, что со мной произошло, и я заявляю это в воле изъявления. Вы имеете право выслушать, вы должны и обязаны. Да, нарушаются права свободы человека. Нарушаются, нарушаются. Меня никто не вызывал. Я пришел сюда разобраться, как живой мужчина. В отношении меня происходит геноцид. В отношении меня и в отношении семьи. Давайте садитесь и будем рассмотреть. Я не буду садиться. Я сам решу, что мне делать. Хорошо, Александр Николаевич? Садиться мне или стоять? А на ситуации мы здесь сидим. Нет, вы кого видите? Лицо или живого мужчину? Вы же подтвердили, что я живой мужчина. Конечно, живой мужчина. Ну все. Тогда живой мужчина. Все живые люди. Я рад. И слава Богу. И слава Богу удостоверен факт, что живой мужчина пришел в судебное заседание. Это радует. Это тоже радует, что вы меня признали. Вам огромная благодарность за это. Я пришел просто бороться за свои права. То, что пришли... Вам предоставлено право. Мы начинаем сейчас судебное заседание. Либо мы начинаем, либо мы тогда сейчас прекращаем судебное заседание. Начинать в отношении физического лица. Я к этим персональным данным не имею никакого отношения. Я пришел сюда... У вас есть защита? Нет. У человека живого нет. Не знаю, у персональных данных, может, есть, я не знаю. Спросите у него. По крайней мере, по процессу, по документам, по всем, есть защита. Ну вы спросите, у кого он защищает? Живого мужчину или фамилия, имя, отчество? Там же по документам написано. Живой мужчина? Нет. Нет такого. Как вы решили это? Так. Либо вы будете устраивать вот эту клонаду? Нет, это не клонады. Я заявляюсь. Давайте вы дослушайте, пожалуйста. Воля изъявления. Воля изъявления. Дочитаю. Признание договора незаключенным. Значит, только вы сотреете кабинет 400-й. Но в любом случае, мы сейчас назначим судебное заседание. Вот вы... Вы говорите, я живой мужчина. Я не принимаю все обязательства по данному. Вы... Но вы нарушаете сейчас процессы, вас удаляется. Я не нарушаю. Я не нарушаю ничего. Я живой мужчина. Я живой мужчина. Призять. Я живой. Я не буду присаживаться. Я дочитываю. У нас есть... А я при чем здесь? Представьте, судь. Я при чем здесь? Сторона, которая при заключении договора, либо до или после его заключения, дело другой сторони недостоверное заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнение или прекращение, в том числе относящихся к предмету... Я не нарушаю. Я читаю. Это мое воле изъявления. Вы следы до слова и будете говорить. Процесс сейчас ведется. Я волю свою изъявляю. Я живой мужчина. Вы не имеете права ко мне подходить и применять физическую силу. Либо тогда как? В том числе относящиеся к предмету договора полномочия на его заключение... В установленном капитале хозяйственного общества незаконбисимо от того, было ли ей известно о недостоверности таких заверений, если иное не предусмотрено соглашением сторон. В случае, предусмотренных абзацем первого настоящего пункта, предполагается, что сторона, предоставившая недостоверность заверений, знала, что другая сторона будет полагаться на такие заверения. Содержание проекта Конституции Российской Федерации Российской Федерации приняла на себя обязательства государства СССР в качестве правопродолжителя. В дальнейшем заверение оказалось лживым, вследствие чего Анатолий был введен в заблуждение, рассчитывая на исполнение Российской Федерации условий договора, изложенных в проекте Конституции Российской Федерации, а именно... На вас будет составлен... На кого на вас? На вас. На кого на вас? На Анатолия в данный момент. На какого Анатолия? Так и будете записывать Анатолия? Нет, мы не будем. Мы доедем в отдел МВД России по Ленинградскому району. Ленинградский район. Да, устанавливаем вашу личность. Давайте, давайте. Идем, напишем. Работал в... Трудился, я так скажу, наверное, в правоохранительных органах, сам бывший сотрудник. И из этой системы я ушел, так как эта система не для... Я понял, осознал, что такое система, как все устроено и жил своей жизнью. Когда меня посадили на диван, я их всех знаю, хоть даже я их не глаза в масках, сам как бывший сотрудник, я их всех знаю, потому что сам трудился в спортзале по боевой и физической подготовке. Я им начал говорить, ребят, братаны, вы что, как бы, ну, в плане... Что происходит? Происходит, вы что, говорю, вы... Блин, я как бы трудился в спортзале, там, это... Чего ты кичишься? Один месяц в спортзале, типа, отработал. И подходит прям сразу без разговора, мне справа прям бьет. Я, получается, как сидел на диване, падаю. То есть вот такое отношение. Пухо накидывает, и они знают за себя, я знаю все за них. Поэтому они как бы и боятся. Там дядька какой-то скажет, там, всем завтра снимать штаны. Ну, если я осознанно понимаю это, я не буду снимать какую-то маску одевать, которая не спасает. Это даже, ну, быть, я не знаю, вот просто прочитать. Люди не хотят читать, они вот сказали. Кто-то там сказал. Надо делать это, значит, надо... Ну, делайте. Делайте, я тоже... Ну, делайте, пожалуйста. Одели маску, защитились. Я тут при чем? Я тут при чем? Я знаю, как вообще устроена... Система. Система, да. Скворцов расписываться будете? Ну, а кто такой Скворцов? Искали то есть тело, которое отзовется, там, допустим, да или нет? Я как мужчина сидел молчал. Я знаю, как это все работает, я знаю, как это все говорит. Второй вопрос. Тот же самый. Скворцов расписываться будете? Молчание. Кто такой Скворцов? Ну, если они уверены в молчании? Через секунд 5-7 я повторяю свой вопрос, только в другом контексте. Покажите пальцами Скворцова. Молчание. Подтвердите тут факт, что Скворцова здесь не было. То есть фамилии, да, учетные записи. Здесь был мужчина со своей семьей, то есть вот с женщиной, со своей, с детьми, с живыми. Не с учетными записями, которые все это произошло. Сразу свой статус я прописываю, что не от ФИО, то есть кто? От мужчины Анатолия. Эти структуры должны сами соблюдать свой закон, который они сами нарушают. Пускай они как бы все это и делают своими руками. Ну, чтобы я и не ставил там ни подписи нигде, не писал. Не то, что ломаю стереотипы их системы, как берутся вот эти заявления, объяснения. То есть это моя воля, я так хочу. Я вот изъявил волю, свое желание, я ее вот так вот и продиктовал в шапке. Все, извините, я не физическое лицо, я не лицо, которое в паспорте, я не учетная запись, я не имитент, я не учредитель, я не создатель этих документов. Но я не признаю, что я документ. Поэтому у них и начинается вот эта коллизия, когда приходят люди в суд, начинают там как бы свою волю проявлять. Выходит этот Арипов, начинает меня ловить, искать персону. Ну, так вы же Скворцов, там, есть это видео, я вам потом, ну, приложу, там, вы Скворцов, вы же сотрудник, вы же, как бы, работали. Я говорю, сотрудник находится в архиве в личном деле в УМВД России по Калининградской области. Вот вы откройте личное дело, и там будет с лицом фотография и с учетной записью все вот эти данные. Вот это сотрудник. А я говорю сейчас, мужчина, вы меня не видите. Вот у них сразу начинается, как сказать... Когнитивный фсаланс. Да, у них они подстроены по тому, что все должны удостоверить личность. Что такое личность? Когда начинается такая коллизия, там, например, все, мы сейчас доставляем вас в отдел для удостоверения личности. Я говорю, стоп, ребят, давайте, перед тем, как ехать, я не сопротивляюсь никогда. Я говорю, под принуждением. Нет, мы просто вам, я говорю, ну, я же туда не хочу, значит, вы принуждаете меня, правильно? Оснований нет меня туда везти. Но перед тем, как мы туда поедем, я задаю вопрос. Документы, удостоверяющие личность. Есть там уже, говорю, написано в вашем законодательстве, перечень этих документов. Я говорю, у меня документов нет, ни паспорта, ничего. Я не стиральная машина. Я не автомашина. Я не телевизор. Документов у меня нет, я не вещь. Они такие сразу начинают, оп. Ну, начинают как-то это. Какие документы? Я говорю, вот там есть список, который удостоверит личность. Они начинают перечислять паспорт Российской Федерации, загранпаспорт, военный билет, паспорт моряка. Вот это все. Я говорю, хорошо. Этих документов нет. Как вы будете удостоверять? Ну, мы, говорит, сейчас вас в отдел доставим, скопируем. Возьмем копию формы РАС, то есть формы П-1. И мы вас удостоверим. Я говорю, как? Это документ удостоверяющей личности? У них коллизия начинается. Ну, у них начинается искрить мозг. В документах удостоверяющей личности нет уже, ведь формы П-1, которая должна удостоверить. Копия паспорта? Нет. Поэтому они на дурака, и всегда, когда удостоверяют, вот копия паспорта, извините. Это документ? Нет. Форма РАС. Это документ? Нет. Это, ну, для нас, как бы, я говорю, это копия. Но мы ее можем заверить. А теперь открываем ихний 615 приказ, пункт 17. Если мне не изменяет память, там есть копия документов. И у них там написано, что юридическая сила... Не имеет. Не имеет, ребятки. Вот от того, что мы не знаем, все у нас это и происходит. Когда мы неосознанно, но мы не понимаем, да, что вот вокруг нас... Вот я сейчас рассказываю, у меня же смурашки. Но это правда, истинная правда. То есть мы не знаем. Система толкает так и вот этих должностных лиц. То есть они диктуют то, что им нужно. То есть кто-то, если осознанно начинает просыпаться здесь, начинает как-то по-другому себя вести, все, он икономыслящий. То есть он идет против системы, так нельзя. Ну, потому что если один выйдет из системы, второй, третий, четвертый, пятый... Мужчины, женщины осознанные, когда понимают, ну, кто меня смотрит, они понимают. А те, которые начинают, там, я вот, там, гражданин, я, там, допустим, физическое лицо видел недавно, там, допустим, видео, где женщина заявляет, я физическое лицо. Ну, все понятно, кто ты. Поэтому это и не работает. Поэтому против вас идут вот эти всякие репрессии, какие-то законы. Вы же считаете, что вы физическое лицо, значит, это для вас. Для меня, как для мужчины, это не работает. Это уже не действует. И то, что произошло в дальнейшем со мной, ну, это просто как... Ну, это не серьезно. Я вот это все не воспринимаю. Не суды. Раньше я там боял, ну, как переживал, вот как-то жил в этой, как сказать, в этом... Матрице. Матрице вот в этой, да. Но когда пришло осознание, я с улыбкой просто, блин, отношусь ко всему этому. Я уже как бы... Раньше какая-то агрессия была к этому всему беспределу, а сейчас как-то, ну... У Габарина вот этот случай надо поблагодарить за то, что он произошел, потому что он тебя так проинициировал. Вселенную я вообще просто благодарен. И я, блин, вот опять мурашки. Я просто вообще, ну, своими словами, вот как вот, чтобы до вас не то что донести, а вот чтобы вы услышали, что не все так просто в этом мире. Даже все, что вот это произошло, да, это не есть хорошо. Ну, это какой-то урок, и это определенная какая-то вот, ну, не то что игра, а вот определенная какая-то задача была поставлена, чтобы я, допустим, сегодняшний день, там, да, сидя здесь, я уже понимал, кто я и что я, и почему это произошло, и как это произошло. Ну, это очень... И теперь на весь мир об этом рассказываешь. Смотрите, друзья, вот у меня такой опыт, и вот, пожалуйста, применяйте, пожалуйста, смотрите, вот моя история. Она для того, чтобы вы тоже все это проснулись и осознали. Да. Кто вы? Кто вы? Я хочу вам сказать, не всегда делается так, вот, как написано, как надо. Когда ты начинаешь разговаривать вживую и по-человечески не на бумагах, вот тогда и происходит вот это взаимодействие. Собисть у некоторых просыпается. Просыпается, да. И не нужно вот это взаимодействие бумаг каких-то, пишите там то-то, мы рассмотрим или еще что-то. Нет, ты пришел по-человечески, рассказал, и это работает. Это работает, вот просто это проверено, ребята, прямо не сдавайтесь. Подтверждаю. Подтверждаю это просто на таком уровне. Возбуждают уголовное дело через 10 дней в отношении персоны. Да, супер. Супер вообще. Супер, да, вот так вот мы и живем. Вот такая вот система. То есть я уже тогда начал на себе испытывать ее все механизмы. То есть вот на живом теле, психологически, физически, вот это все пройти. Ладно, был я один, но двое детей, жена. А, ребят, это, ну это просто жесть. Ну сам начинаю догонять. То есть, ну, персоната, получается, учетная запись привязана якобы, да, ко мне. Они так считают, ну то, что я им уже и высказал на обыске, что я не имею вообще никаких обязательств. Я не несу ответственность. Есть там опекун, который слева расписался, это с миграционного отдела, начальница. Вот, вызывайте опекуна, пускай несет полное обязательство. Есть такое слово имитент, которое прописано у вас в вашем законодательстве, да. Имитент это тот, может быть там юридическое лицо, имитентом может быть орган исполнительной власти, имитентом может быть орган местного самоуправления. И имитент несет все обязательства по своим ценным бумагам. То есть, мы берем миграционный отдел, который в лице, получается, да, Российской Федерации, то есть, управляющий. И этот имитент, он и несет ответственность по своей ценной бумаге, так называемый паспорт Российской Федерации. Все, извините. Я осознал, ребят, я не считаю себя вот этой учетной записью. Подальше, пожалуйста, все, разбирайтесь сами там. Ну, когда им начинаешь доносить, они не понимают. У них начинается там вот эта вот коллизия. Потом, как я узнаю, да, что я уже был в розыске, получается, когда я хотел, ну, не я, а учетная запись. Ну, получается, искали-то тело, а не учетную запись. Беру билет на учетную запись, да, паспорт Министерства иностранных дел, который я брал без, не брал на себя обязательств. Я там не ставил подпись и в заявлении написал. Там есть видео «Морские будни», если что, ссылку тоже привел, как забирать паспорта, допустим, такие. То есть, он у меня вообще без обязательств, этот паспорт. Я как бы есть, он, нет его. Ну, я как и не считал себя вот этой учетной записью персоной, так и не считаю, эту маску не одевая. Ну, то есть, просто это инструмент. Да, взаимодействие в этой, да. В системе, да. Потому что они не то, что считают, они знают, что я как бомба замедленного действия для них, для всех. Я не боюсь никого. Я уже благодаря вам осознал, понял это. Вы как учителя для меня стали. Я вас реально не боюсь. Все, что произошло, я уже не то, что потерял, я только наоборот ценным взял. Все, что произошло, это не все просто так. Благодаря вам. Благодаря вам. Я на вас не злюсь вообще ни капли. Но благодаря вам, благодаря вам, все вот это вот я как бы, я сейчас стал тем, кем я вообще как бы не задумывался. Не то, что не задумывался. То есть, вы своими действиями сделали меня только сильнее. Я вот, ну, реально не боюсь, не прячусь. Вы знаете, где после УС привезли в суд судья, типа удовлетворил. Я там также не признавал гражданином Российской Федерации. Я говорю, не являясь персоной, задают вопрос, какая там. Я говорю, ну, персона там написана, фамилия, имя, отчество, та персона, то есть отделяла. И 28 дней я все привезли после суда в Дурдон. Ну, в психиатрическую больницу. Прежде чем принимать меня, да, как вещь туда, должен быть документ. Ну, опять же, я не признавался, я ее ищу. И там врач, главный, ну, не главный заместитель, она задает вопрос к поясникам, типа, а вы что, где документы у него? Типа, у него нет документов, вот есть копия. То есть, понимаете, в суд по форме П-1 заезжаешь, да, в больницу по копии документов. То есть, вот они вот так удостоверяют, когда им надо, да, когда тебя куда-то надо затянуть в отдел, когда штраф какой-то выписать. Форму разберут, да, копию, они удостоверяют личность. Ну, хотя документы у них, да, в законодательстве есть какие. То есть, ты по этим документам должен быть удостоверен. Но есть иные случаи, но они юридические силы не несут. То есть, это уже получается как мошенничество. Ну, то есть, в их сфере, вот это вот, по документам я имею в виду, то есть, и судья сделала подлог. То есть, ну, как работают суды, вы все прекрасно понимаете и знаете, как работает вообще вся вот эта система. Ну, я ни нового ничего не говорю. То есть, врач, она удивилась. Я тогда уже понял, как это все работает. Уже начал прямо на своем опыте все это. Она удивилась, в смысле, говорит, по копии. Ну, вот копия и решение. Ну, это получается просто типа по решению суда. Вот суд захотел, а где документ? Ну, вот как? Ну, как-то вот так. То есть, если вы пойдете с копией документов в Сбербанк снять деньги, вам не снимут их. Если вы пойдете с копией к нотариусу заверите, вам не заверят. Ну, куда бы вы ни пошли с копией документов, вам не сделают ни хрена. Ну, я вам просто вот таким языком говорю. Но когда им надо, они сделают столько подлогов. То есть, у них даже вот эта копия паспорта была взята не на основании. То есть, если они сделали эту копию паспорта, там, следователь Горлачев, который сделал, да, копию паспорта, он должен был, получается, снять эту копию с оригинала документа, да, паспорта Российской Федерации. Но гражданин, в кавычках, паспорт Российской Федерации улетел в Камышев, в миграционный отдел, 20, ну, в конце июня. То есть, получается, откуда взял он копию? Как он мог ее снять? То есть, тоже подлог, но он ее уже заверил. А как он ее заверил? Без оригинала документов. Вот так это работает. И получается, что без документов просто кто-то приехал, вот какой-то мужчина. Копия не имеет юридической силы. Я не копия. И вот я так пробыл 28 дней. Кололи чем-нибудь? Нет, мне не кололи, таблетки не ел. Сразу скажу, четвертое отделение вот этой психиатрической больницы. Блин, ну вообще, на улице Невского, я не скажу, что мне там... Санаторий? Все, что со мной произошло вообще тогда, где я только не был, что со мной не случалось, ИГС и все эти розыски, вот это был санаторий для меня. Там были душевно больные люди, пациенты. Их нельзя называть дураками. То есть, ну, общался с ними, но это люди просто, ну, которые, они говорят, мы, Толяна, выходим туда уже, когда нас выписывают. Нам там страшно. Это там дурдом. А здесь наш дом. То есть, им так спокойно, но все молчат. Я не буду молчать, потому что это произошло со мной. И от того, что мы молчим, боимся, они питаются этим. Они кайфуют. Они думают, сломали меня, не сломают. Никогда не сломают. Мою волю нельзя сломать. Я не боюсь, вот честно. Я вот говорю это под видео. Я уже просто прошел ту дорогу, которую я не пожелаю никому. Но, опять же, и она не просто так дана была мне, эта дорога. Назначается судебное заседание на 23 ноября у персоны. То есть, они думают, что все. Мышка готова. Придет сейчас физическое лицо. Учетная запись. Все будет нормально. Что все будет аккуратно. У них, что все. Перед тем, как зайти на судебное заседание, ну, вообще, в зал суда, я, благодаря женщине, зовут ее Вера, она помогала создавать мне документы на основе того, что со мной произошло. То есть, воля изъявления. Благодаря ей я вообще просто, ну... То есть, грамотно написав это воля изъявления, приложив все доказательства, все, что со мной произошло. То есть, там все описано в этом воле изъявления. Я, как мужчина, который раньше спал, да, был в спячке, считая себя, там, учетной записью, когда-то гражданином, там, да, вымышленным в Российской Федерации, я, заведомо не понимая, подписал договор через паспорт, да, поставил подпись и заключил с ними сделку. Ну, в этом воле изъявления я описываю все, что я разрываю договор доверительного управления, да, паспорт был отправлен уже, все, туда воле изъявления тоже ушло, есть документы, все, что я отказываюсь, я свою волю проявил как мужчина, все, я, я не вещь этой, там, этого государства, или кто как хочет, там, называет, я сам живу по своему, как бы, по своей, по совести и чести. То есть, разорвав этот договор, получается, воле изъявления, это все я описываю, сказал, что пришел к вам человек Анатолий, встретил меня, да, скажу, то чувство, когда ты, вот, реально назад на дороге нет, это как минное поле, это уголовный процесс, это не административка, где ты можешь, там, заявиться живым, там, да, или гражданский процесс, это уголовка, где, то есть, воле изъявления я так и прописал, что Российская Федерация не выполняет условия, то есть, меня никто не защищает, я защищал, я прошел такие круги, не работает полиция, не работает Следственный комитет, не работает прокуратура, ничего не работает, все взаимосвязаны, они делают так, чтобы меня загнобить. Зачем я буду? Вместо того, чтобы защищать тебя, да, они... Да, суды тоже не работают, и я принял такое решение, что, вот, пришел тот момент, все, нужно воле изъявляться. Я, заходя туда, опрокинул взглядом, сидит судья, секретарь или помощница, прокурор и адвокат сел, то есть, я прохожу в центр, сразу приветствую, здравствуйте, уважаемый, к вам пришел живой мужчина, ложу сумку, судья что-то там ухмыляется, тепло, это хорошо, что там живой, тепло, я поворачиваюсь и начинаю читать воле изъявлений. Так за меня переживали все мужчины и женщины, которые меня знают, они знали, что происходит, что произойдет там. Мужчина, там есть тоже один Александр с Астрахани, огромный ему тоже благодарен. Да всем, я вот просто, все, кто меня знал, кто за меня, получается, болел, они энергетику эту всю тоже запулили в процесс. И получается, не только я, и благодаря всем им, я просто вот, ну, стоял там, когда отошел судебный пристав, судья начал ловить на крючок, начинал фамилию называть Скворцов, но опять же, как он может называть, если он не удостоверил личность, процесс не открыт, и откуда знал, что пришел Скворцов? На основании чего? На основании чего? Он начал ловить вот это вот, я ему, Александр Николаевич, имейте честь не перебивать мужчину. То есть я не Скворцов, я не учетная запись, мужчина волю заявляет, извините, но не подходил, ну, я не говорил, что извините, но имейте честь не перебивать мужчину. Живой мужчина, Анатолий, давайте начнем процесс. Начинает мне уже со мной... Признали, да? Признает, да. Признает, я говорю, давайте, я за волей заявлюсь, он такой, типа, давайте вы тут не будете указывать, говорю, давайте вы мне не будете указывать, как мужчине, у меня есть воля, да, я как бы, ну, показываю ему, то есть вот этому суде, ну, я еще даже не знаю, кто он, нам очень никаких не показал, ну, тоже, да, ну, вроде бы, как он себя хотел, чтобы его называли судей, но я его не называл так. То есть он в полемику такую чуть мы с ним вступили, он там начинает, типа, да, давайте, давайте, продолжим, все, вот этот беспредел, вы как раз расскажете, все, я говорю, присаживайтесь, живой мужчина, Анатолий, я говорю, давайте вы мне не будете указывать, что мне делать, садиться, стоять. Я говорю, я как живой мужчина, как мужчина, я могу сам за себя решать, ходить, стоять, прыгать, не знаю, вы мою волю, пожалуйста, не нарушайте, так как я вашу волю не нарушаю. И все, он уже, получается, понял, что не продавить, садится и начинает открывать уголовное дело, зачитывать, короче, процесс, ну, открывать процесс. Я еще громче начинаю читать воли заявления, то есть вообще не даю ему. Все, он психует, закрывает уголовное дело, дело под мышку, и уже уходя, там, что-то, типа, Скворцов, я говорю, я не вижу здесь Скворцовых, я говорю, я живой мужчина. Ну, как же, вот ваш адвокат, он говорит. Я говорю, это не мой адвокат, это, возможно, учетные записи в вашем уголовном деле. Я говорю, я как живой мужчина пришел сюда отстаивать свою волю. Так вам же позвонили, вам же сказали, нет, говорю, я сам пришел свою волю здесь, в этом здании, вот здесь вот свою волю проявить. Все, я здесь как живой мужчина. К учетным записям и персональным данным я не имею никакого отношения. То есть, если адвокат там сидит, он заключил договор с этим лицом, с персоной, спрашивайте с него, я там вообще никаких дел вообще не имею к этому отношению. И все, он, получается, уже психанул, вышел. Адвокат, типа, такой, вот, ты неправильно себя ведешь, туда-сюда. Я говорю, слушай, ты вообще ко мне, ну, я к тебе вообще, у тебя есть там персона, с ней разговаривай, хочешь разорвать контракт, он разрывается этой персоной, все, ко мне вообще, как бы, ну, я с тобой дела не имею, я сам себя защищаю, как мужчина. То есть, я дееспособный, показал судье, ну, не судье, ну, черной мантии, получается, что дееспособный, правоспособный. И свою волю я проявил. И все, как я только начинаю выходить из этого судебного, вот этого вот кабинета, подходят эти участковые, типа, вы без маски. Я говорю, опа, приехали. Говорю, а что вы 20 минут морозились, когда я стоял с вами, что вы ничего не сказали? Ну, там есть тоже видео. Ну, в общем, они отвезли в отдел меня. Да, то, что без маски? Да, там весь союз блогеров и журналистов звонил, все ребята, там чаты, все советы народные, как бы, подключились. Всем огромная благодарность. Ну, то есть, как я тебе и рассказывал, распечатали форму, раз, эту копию. Он говорит, ну, вот, это же вы. Я говорю, я здесь стою. И они являются вот этой бумагой копией. И начинаю им показывать то, что вот, ну, на самом-то деле. Они думали, что я тут прогнусь, и там судья и сделал это. Давай его за маски тогда. Если бы я признал себя учетной записью, тогда, в тот момент, судья зачитал бы уголовное дело, ну, не уголовное дело, а зачитал бы обвинение, после этого бы встал прокурор и ходатайствовал бы о аресте данной персоны, вот этой вещи. То есть, она была в розыске. То есть, второе уголовное дело, вот это сфабрикованное, нарисованное. То есть, это все дает понять о том, что, ну, типа, создают то, что якобы персона-то у нас такая. Слушай, ну, и получается, на самом деле, вся эта катавасия завернулась, чтобы ты заявил вот о себе, как о живом человеке. Так что им такая великая благодарность. Я благодарю только. Я благодарю еще Вселенную за все это происходящее. Что она так развернулась, да. То есть, я заявил то, что я реально, как мужчина, подошел к этому вопросу. То есть, я разорвал этот договор доверительного управления через паспорт вот этого гражданина, который улетел в миграционный отдел Камышин. То есть, я им показал то, что, ребят, я не какой-то там, ни товар, ни вещь, ни вещь, ни товар, ни диспособный. Я диспособный. Я уже все осознал, как это все происходит в этой системе. Все, я разорвал. Я отношений к этому ничему не имею вообще, к этой Российской Федерации, ни к Российской Федерации. То есть, уже вылазить начинаем мы потихонечку, ну, как бы, не то, что потихонечку, но международный уровень. То есть, там уже заявляют, начинаем права мужчины, как человека, да, человеческие права. Там же прописано в конвенциях во всех, в ООН прописано, везде прописано, да, есть человеческие права, которые должны соблюдаться. То есть, неучетные записи, да, там, физического лица, у которых прав-то нету, который заявляет, у которых, получается, уголовный кодекс, административный кодекс, да, гражданский кодекс, он их, получается, ведет, этих физических лиц. То есть, они только там, ну, могут проявить, ну, опять же, у них только обязанности и наказание. А вот именно то, что произошло со мной, как живым мужчиной, ну, не пришла же учетная запись, там, допустим, ей же по башке не дали, по ней не пробежались, да. И сам факт того, что после обыска я поехал снимать побои, без документов. То есть, у меня документов, паспорта не было. Я же сказал, что в конце июня он уехал в Камышин. Пришел, есть видео, я записывал. Пришел к врачу, говорю, мне нужно снять побои, вы вообще просто окажите мне помощь, мне плохо, потому что, ну, объясняю ситуацию, что бандиты, так называемые, да, правоохранительные органы, ворвались, избили. Мне нужно просто сделать, чтобы вы просмотрели меня, как вот, ну, как мужчину, все, что вот есть какой-то там, какие-то побои или еще чего-то, ну, какие-то травмы, чтобы вы зафиксировали это. Что к вам пришел мужчина с именем Анатолий. Она так посмотрела на меня, нужен паспорт. Я говорю, объясняю, паспорта нет. Она такая, ну, без паспорта мы не можем, мы не видим тебя. То есть, вы понимаете, когда работает это? Документы, общаются с документами. То есть, вот сейчас я вам так вот, чтобы разгрузиться, допустим, водитель едет на машине, его останавливает сотрудник, просит документы, да, водительское удостоверение. Он показывает водительское удостоверение. Это показывает удостоверение сотрудника. Все, началось взаимодействие. То есть, они уже не общаются, как живые люди, да, они вот на бумаге, вот смотри, вот я вот эта бумажка, а я вот эта бумажка. Хорошо, твоя, ты бумажка, нарушила то-то, то-то. И рождается третья бумажка, какой-то протокол или постановление. То есть, бумаги сами, мы их как бы носим, эти бумаги, показываем, вот, это лицо, это я. А то там, а я должностное лицо, вот смотри, вот удостоверение, видишь. И мы как бы вроде бы общаемся, но, по сути, если так все вот это вот проанализировать, это как недеспособность появляет, получается. Мы признаем себя тем, кем мы не являемся. Вот и все. Получается, куда бы ты ни пошел, должен быть документ, паспорт. А когда им надо, они распечатают просто какую-то копию, на основании даже не ихнего законодательства, что у них нигде это не прописано, там, копию формы П-1, копию паспорта какой-то там найдут, все. Они могут тебя в больницу положить, они тебя могут закрыть на ИВС, они тебя могут осудить, да, без документов. Вот это как работает. А когда ты куда-то идешь, не только там, в миграционный отдел там, МФЦ, там, куда угодно, куда угодно, в банки, нотариусы, где с бумагой, все, ты должен, ну извините, но у вас же есть форма, форма П-1, распечатать, вам недостаточно этого, копия. Они скажут, ты что, дурак? Где паспорт? Все, вот это как работает. То есть, когда им надо, они без документов все сделают. А когда не надо, то есть, ты должен, вот как, недееспособный махать этим документом и говорить, что ты учетная, да, бумажка, учетная запись. Ты кто? Лицо, вот видите, фотография, лицо, физическое лицо, все, бесправный. Ты сразу опустил себя в, не то, что в правах, прав уже у тебя нету, ты то есть уже опустил себя ниже плинтуса, и ты как вещь оппозиционируешься, оппозиционируешь себя как вещь. Все. И поэтому все, что произошло вот в отношении меня, как мужчины, в отношении моей семьи, это геноцид. И я не собираюсь ни перед кем оправдываться, ни перед какими-то прокурорами, ни перед какими-то полицейскими, следственным комитетом. Я уже на уровень выше их, и мне без разницы, что там. Я вот уже пояснил, им лучше достать из кобуры, и все. Я буду идти, вот как и иду. Я буду говорить правду. Ну, значит, у меня судьба такая, все. Другого не даду. и света. Просто вот так вот и буду, как оно есть. Кто-то увидит, блин, вообще отлично, не увидит, просто просмотрит, скажет, да что у меня там это переклинилось. Ну, вот такая вот судьба у меня, вот такие вот все моменты, они меня и толкнули на это, чтобы, они знают это, что документов нет, что я не признаю себя документом. Документом. То есть вот так вот. То есть когда вы будете на судебном процессе или еще что-то, неважно, никогда не опускайтесь в учетную запись. Вы говорите, там, я вот женщина, живая женщина, там, я мужчина живой, там, все, ребят, я к этому вообще отношения не имею, потому что это так и работает. Они подлавливают. Подлавливают, да, и у нас выхода, как у людей, вот, ну, вот как у мужчин и женщин, вот как сами бороться за свои права, нам никто не придет, не поможет. Ни какой-то Моисей, там, ни какой-то, там, Иисус, ни какой-то, там, спаситель. Мы сами спасать себя должны. Не ждите никого, пока вы сами, там, не встанете, да, с дивана. Когда вы смотрите телевизор, только можете, там, говорить или еще что-то. Встаньте и начните делать. Начинайте осознавать, где вы находитесь. Начинайте осознавать, кто вы. Начинайте интересоваться. Начинайте просто, вот, ну, жить, а не существовать. То есть, вот, как вещи, да, вот она есть сегодня, завтра ее нет, завтра ее на мусорку отвезут, после завтра. Или на бирже продадут на органы. Или на бирже. Да, вот вчера как раз мы об этом разговаривали, что уже есть биржи, где продают органы живых. Есть, есть вот этот федеральный закон, да, о здоровье граждан Российской Федерации 323. Там 47-я, по-моему, статья, все там прописано. Да. То есть, если что-то с тобой случится, там, или с детьми. Подрошим на органы, подрошим, все. Например, ребенок маленький, да, ты как мать, допустим, дала согласие, подписала на обработку персональных данных, но только она не понимает, что она дает им согласие на то, что они могут вмешиваться, если, не дай бог, что это с вашим ребенком случится, где-то он там споткнется, потеряет сознание, они уже как врачи, в кавычках, имеют право уже делать все, что хотят. Не то, что там, вы мама там, вы уже поставили свою подпись, все. Им этого достаточно. И они начинают, то есть, могут распотрошить, могут там не распотрошить, ну, как вот им засбудится, допустим, в какой-то там другом отделении лежит мальчик, какого-то там, например, да, высокопоставленного, который при деньгах, а ему нужен какой-то орган, а тут бах, тут ребенок попал, без сознания, все. О, какое совпадение, а у него группа крови подходит, да вообще отлично, а что там надо, да давай пересадим, скажем там то-то, то-то. Они же все делают так, как им выгодно, не так, как вам, а как им. Ну, в общем, все, получается, полицейские притащили в отдел, распечатали вот эту форму раз, как они называют, форму по один, копия, и говорит, вот, это ты? Я говорю, я не бумага, я не являюсь вот этим лицом, копией вот этой, я живой мужчина, мужчина с именем Анатолий, то есть, мужчина может быть с телефоном, мужчина может быть с телевизором, мужчина с книгой, то есть, я даю понять, что имя, по сути, это не мое, ну, то есть, ты понимаешь, да? Да, конечно. То есть, мужчина с именем, и все получается, они начинают там, а вот там, ты женат, ты не женат, где родился, я говорю, слушайте, давайте поговорим о чем-то другом, я к этому отношения не имею, спросите свою учетную запись, которую вы распечатали, копию, которая, да, даже юридической силы не имеет, я им пытаюсь даже по ихним законам сказать, они раз закидывают, два, короче, я, ну, я абстрагируюсь вообще от этого, от всего, ну, там есть у меня онлайн-трансляция, вконтакте я вел, и получается, он мне что-то спрашивал, спрашивал, я так и не отвечаю ему, все, он там сам что-то записывает, начинает зачитывать права, и я сразу прям под видео, онлайн-трансляция, там подписчики смотрят, я такой, я не являюсь лицом, я не знаю, кому там зачитывают, и ухожу, я, мужчина, и ухожу с коридора, и участковый встает, он заулыбался, он, то есть, понял прикол, как это все, ну, там хотел вручить, а копию вы будете, а пора списывать, я говорю, да я не лицо, вон, пускай ваша копия расписывается, все, я ничего не забываю, я, то есть, я не играю в это, это, хоть 500 тысяч протоколов, напишите на эту учетную запись, я говорю, вообще все равно, и все, получается, меня выпустили, как бы ничего, у них все осталось, и копия протокола, и вся эта тема, ну, что могу сказать, ну, вот смотрите, когда я волей заявлялся в суде, то есть, процесс был не открыт, на сайте у них сейчас висит, да, то, что объявлен перерыв, но, опять же, как он может быть объявлен, если судебный процесс был не открыт, даже не начался, то есть, у них в любом случае должен быть какой-то поддельный протокол, но это мошенничество, то есть, прецедент своего рода, да, произошел, то есть, не установили, не нашли вот эту персону, как бы нет, учетная запись, то, как бы она там у них есть, но кто понесет ответственность и обязательства по этой учетной записи человека, ну, там, мужчины, кого они там искали, да, нету, и они его, как бы, получается, не нашли, и поэтому он закрыл уголовное дело и ушел, и получается, висит эта информация, после, как я вышел с отдела, где там протокол выписали на эту учетную запись, я пошел на почту, написал, что живой мужчина с именем Анатолий отправляет волеизъявления, то есть, когда был в суде, они уже закрыли кабинет, канцелярию, да, то есть, я не мог вручить им, ну, специально, не специально, не знаю, может быть, у них и была закрыта эта канцелярия, ну, то есть, после вот этого, как я заявился, канцелярия была закрыта, ну, после отдела, получается, приехал на почту, отправил МС, свое волеизъявление, то есть, доказательство, и приложил, там, выставил оферту им, акцепт, то есть, и приложил документы, диски, видео, то есть, то, что со мной произошло, как со живым мужчиной, то есть, в этом волеизъявлении, я дал понять, что я не вещь, я расторгнул вот этот договор доверительного управления, то есть, мной они командовать не могут, все, я это заявил, как письменно, так и устно, то есть, словами, вживую, есть скриншоты, ну, там, приложим, через дни, дня четыре, отправляя повторное волеизъявление, уже сопроводительным письмом от живого мужчины с именем Анатолий, уже на председателя суда этого ленинградского районного суда города Калининграда, на Эльзесера Владимира Владимировича, то есть, в сопроводительном уже приложен диск, как прошло все это судебное заседание, то есть, все, как я пришел, без документов, как человек, без маски, не проходя рамку, не предъявив ни документы, ничего, то есть, зашел, вот как мужчина, то есть, не как вещь, по ихнему морскому праву, на корабль, то есть, в качестве гостя, то есть, был звонок до этого, они пригласили, не обращаясь ко мне, как к физическому лицу, а по имени, и, то есть, пришел, заявил свои права, вживую, как мужчины, то есть, все, что произошло в отношении меня и моей семьи, я все это рассказал, и получается, все это было вживую, то есть, свои права я, как бы, заявил, после этого, назначен был процесс, на 11 декабря, на 10 часов, то есть, зовут учетную запись, то есть, эти два воли заявления, они все с офертами, и сейчас, как бы, все это я выставил, звонков никаких, ничего не поступало, ничего, вот просто ждем, 11 декабря, то есть, как мужчина, я уже заявил свои права, я туда, не то, что не обязан, я туда не пойду, потому что, в свою волю, я не проявляю, я уже был, 23 ноября, там, уже заявился, все, что хотел, я им высказал, и сказал, кто они, что они, и, и кто ты, и кто я, да, получается, если бы, я бы признал себя учетной записью, я бы сейчас с вами не сидел, вот такое вот просто, не знаю, как хотите, считайте, работает это, не работает, я думаю, осознанный понимает, о чем я говорю, который только-только начинает, и для них, мне кажется, это бредом каким-то, но, это так, факт остается фактом, что, нужно делать все наоборот, не как написано, и как говорят, а делать все, только наоборот, и, огромное, победа будет за нами, победа будет за нами, правда победит, и думаю, что, не то, что думаю, я знаю, что все будет хорошо, не просто так сейчас начинают все заявляться, все свои права, бороться, за правду, это самое лучшее, и как бы вас не обливали грязью, как бы вас там не обзывали, там, сектантами, гражданами СССР, как меня, ну, называть, пределали мне, там, как-то сказать, клеймо, там, или что они там, типа экстремист, террорист, хотя, ничего такого не было, за полгода, с обыска, то есть, они не предоставили ни одной информации, подтверждающей, что я есть тот, о котором они говорят, я не знаю, но, знаю одно, что, правда, победит, ребят, так что боритесь за свои права, дальше будем не останавливаться, будем писать так же волеизъявления, я думаю, уже, в принципе, на международный уровень, мы уже, в принципе, как бы, и только туда выходить, не просто там, писать уже какие-то взаимодействия со структурами Российской Федерации, они уже не выполняют, в отношении меня, я не беру вообще, как бы, всех, я говорю сейчас за себя, они не выполнили условия, и они первые расторгнули, этот договор, то есть, не выполнили его в том, в том плане, которому они, как бы, это все преподносили, они, то есть, не то, что не сдержали слово, ну, не выполнили, ну, а смысл мне с кем-то сотрудничать, когда я все это понял, осознал, и вам желаю, ребят, правда, победит еще раз, до свидания всем. Егор Дед Мороз приходил, дед Морозу помаши пока, дед Морозу помаши пока, скажи, приходи еще, ходи еще раз, ходи, 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 ходи. Субтитры сделал DimaTorzok